Из психологических особенностей стоит обращать внимание на эмоциональную лоббильность пациентов, мнительность, ощущение безнадежности, потому что чувство безнадежности будет заставлять пациентов концентрироваться на терапевтическом эффекте лечения и игнорировать все остальные аспекты информированного согласия. Также у данных пациентов будут присутствовать высокие ожидания в отношении эффективности лечения, высокие ожидания в отношении надежды врача, попытка оправдать ожидания врача от пациента. То есть если доктор волей или не волей специально или случайно будет в некоторой степени пытаться влиять или пытаться давить на решение пациента, то, соответственно, пациент это расценит как доверие врача по отношению к данному препарату и в дальнейшем в случае возникновения каких-то побочных явлений, о которых пациент прочитал в информированном согласии, но забыл, будет винить лечащего врача. То есть любые ухудшения, любая неэффективность ляжет на плечи врача, что, соответственно, ухудшит дальнейшие отношения между пациентом, врачом, ухудшит мотивацию к лечению, приверженность к лечению, то есть будет появляться рискованное поведение, вплоть до отказов от лечения. Важными представляются эффективные расстройства. Это у нас депрессивные, в первую очередь, расстройства, связанные с астенизацией на фоне лечения. Почему депрессивные? Потому что при клинической депрессии уровень, в том числе когнитивного функционирования, значительно снижается. Пациентам гораздо сложнее в состоянии тяжелой клинической депрессии сосредотачиваться, запоминать, быть критичным к тому, что происходит. И в связи с этим, соответственно, уровень понимания снижается. Явление гидрогинии. Здесь больше всего имеется в виду опыт, который данные пациенты имеют в связи с общением с разными врачами. Не обязательно это конкретный врач-онколог, исследователь, который ведет пациента в рамках клинического исследования. Абсолютно разные любые врачи, которые по какой-то своей случайности или по мнительности пациента, как будто бы были в чем-то виноваты, как будто бы где-то чего-то не доглядели. И, соответственно, у пациента снижается доверие вообще ко всем представителям медицины. Он может надеяться только на себя, а у него мнительность, эмоциональная лоббильность. И, соответственно, вот такой вот круг личностных особенностей может значительно снижать понимание информированного согласия и, с другой стороны, повышать ожидания лечения от лечащего врача. И если мы посмотрим, наоборот, на другую группу пациентов, которые как будто бы обладают особенностями личностными, которые повышают понимание информированного согласия, то, конечно же, здесь большое значение имеет образование, возраст, который обуславливает в том числе и когнитивные особенности. Ну, объемы устойчивости памяти, которые соответствуют норме, концентрации внимания и критичность мышления. О чем здесь идет речь? Речь идет о том, что пациент способен понимать, что у него есть заболевание, которое имеет свою динамику, что в онкологической практике часто все непредсказуемо. То есть пациент ориентирован на реальность и понимает, что существуют случайности, которые ни от кого не зависят. И не исполнен в этом обвинять ни себя, ни лечения, ни препараты, ни лечащего врача. И это обуславливает мотивацию к лечению. То есть мотивацию, настроение к лечению и понимание, что все идет так, как идет, и мы движемся к цели. Этому также способствует ожидание в отношении эффективности лечения. То есть те же самые ожидания, только в предыдущей группе пациентов они снижали приверженность к лечению, а для данных пациентов они их будут повышать. То есть несмотря на некоторые неудачи в лечении, несмотря на список побочных явлений, данные пациенты будут продолжать надеяться на хороший терапевтический эффект и понимать, конструктивно относиться к действиям лечащего врача. Данные пациенты при изучении информированного согласия будут в большей степени критичны к его тексту и будут понимать как позитивные стороны клинического исследования, так и негативные. То есть риски будут ожидаться, не ожидаться ипохондрически, типа искать у себя риски, а понимать, что они могут быть и понимать, что с ними что-то можно сделать. И что пациент не один несет ответственность за возникающие осложнения в процессе лечения. У него есть лечащий врач, который держит его под контролем и держит его в курсе. Эмоциональная стабильность из психологических особенностей встречается не так часто у онкологических пациентов в процессе лечения. Почему? Потому что любой поворот событий в процессе лечения, он приводит к стрессовым ситуациям. Стрессовая ситуация, соответственно, дестабилизирует. И сам процесс подписания информированного согласия является событием стрессовым. Почему? Потому что пациент делает выбор, и этот выбор влияет на его дальнейшее лечение. Ситуация сама по себе стрессовая. Эмоциональная стабильность закладывается здесь в форме умения совладания со стрессовыми ситуациями. То есть, заключается в попытках рационально понимать ситуацию и в попытках отреагировать. То есть, в попытках получать помощь, в попытках понимать, что происходит, в попытках давать себе время на реакцию для того, чтобы в дальнейшем конструктивно подойти к процессу подписания информированного согласия или к процессу беседы с лечащим врачом для уточнения различных деталей. Большое влияние имеет нормальная коммуникация в системе врача-пациента. Что значит нормальная? Нормальная – это когда и врач понимает свои функции, зону ответственности по отношению к пациенту, и сам пациент в том числе ограничен своей зоной ответственности и понимает, что врач не всемогущ, врач может многое, но что-то не подвластно ему тоже. Пациент доверяет в какой-то степени, не во всем, но в какой-то степени лечащему врачу. Понимает, что доктор придет на помощь в случае, если возникнет какая-то ситуация. Понимает, что доктор будет отвечать на вопросы, будет коммуницировать с ним в различных тревожных для него ситуациях. Врач в свою очередь понимает, что у пациента есть эмоциональные особенности, психологические особенности, которые будут проявлены в процессе их взаимодействия. Таким образом эта система работает. Много говорим про мотивацию для таких условно различных групп пациентов. В различных исследованиях, в данном случае проведено исследование пациента с метастатическим раком, мотивацией пациента является в основном терапевтический эффект. То есть все пациенты настроены на получение хорошего эффекта от лечения. При этом, как мы с вами уже видели, это те же самые ожидания от лечения. Эта мотивация может как снижать комплайтность, так и повышать эту комплайтность. Влияние окружения не такой большой вес имеет для пациента, в отличие от нацеленности на эффект. Но при этом такая суженная мотивация, словно говоря, может не оправдывать ожидания пациентов. И тогда первая группа пациентов, которая у нас склонна ниже понимать условия информированного согласия, будет, как уже было сказано, демонстрировать уход от лечения. Вторая же группа, наоборот, будет пытаться уравновесить данные нежелательные явления за счет поддержки семьи, за счет авторитета лечащего врача, за счет собственных ресурсов. И таким образом, для того, чтобы помогать пациенту понимать информированное согласие, понимать свою зону ответственности, понимать приверженность лечения, что-то важное и нужно, лечащий врач или врач-исследователь, ну я вот так скажу, наверное, должен учитывать потребности пациента. Потребностей у пациента много. Здесь приведены не все, но, так сказать, базовые, связанные с подписанием информированного согласия. Важной потребностью пациента является информирование, поскольку онкологическое заболевание таково, что информация о нем противоречивая, информация о лечении еще более противоречивая. Когда речь идет о экспериментальном лечении, у многих пациентов волосы дыбом встают про то, что что, эксперимент, над нами будут ставить эксперименты, это все может привести к чему-то ужасному или страшному. Так вот, информирование. Само по себе информированное согласие является информированием, но и оно недостаточно, поскольку форма сложна, как я уже говорила. Итак, в процессе знакомства пациента с информированным согласием неплохо было бы, если вы врач-следователь, был способен задавать пациенту вопросы про то, как пациент понял цель, про то, как пациент усвоил риски, про то, как пациент вообще относится к данному исследованию, к информированному согласию, про то, какая у него мотивация. И в рамках вот этого вот диалога был способен его информировать. Как это нужно делать для того, чтобы приверженность лечению была повыше? То есть, естественно, речь идет о простом языке, понятном, ненагруженном терминами. Информация должна быть последовательной, чтобы пациент не запутался в большом ее количестве. Необходимо останавливаться и спрашивать у пациента, достаточно ли ясно я сейчас говорю, понятно ли вам, о чем я говорю, не возникают ли у вас вопросов дополнительных. Пациента нужно провоцировать на задавании вопросов для того, чтобы он чувствовал свое участие вот в этом диалоге. Может быть, иногда стоит делать паузы, потому что у разных пациентов различный когнитивный уровень, и им нужно чуть больше времени на то, чтобы понять, что сейчас происходит, о чем мы сейчас говорим, то есть осознать. Важным для пациентов является доступность врача для контакта и при этом уверенность в получении помощи. Если пациент имеет возможность в какие-то разные моменты обращаться к доктору, дистанционно или напрямую, по поводу различных возникающих ситуаций, он ощущает контроль за его состоянием и чувство безопасности. А это очень важно для пациентов, особенно в процессе клинических исследований, в процессе такого сложного выбора, то есть выбора экспериментального лечения. Каким должен быть контакт? Во-первых, очень важно расставлять границы для того, чтобы пациенты не писали, не звонили в любое время суток, для того, чтобы они не считали, что доктор им должен бесконечно разъяснять, успокаивать и так далее. Поэтому важно разъяснять, в каких ситуациях и в каких условиях данный пациент может связываться, какие вопросы задавать, на какие темы, за какой помощью он может обращаться. Важно здесь пациенту разъяснять маршруты, по которым он может обращаться не только к леччему врачу, но и к смежным специалистам по поводу своих сложностей. То есть важно такое информирование, безопасность и чувством субъективного контроля пациента окутать. Сложным, но важным моментом является потребность в эмоциональной открытости. Не все наши пациенты любят высказываться по поводу того, как они себя чувствуют, но в том числе, если пациент эмоционально лобилен, ему довольно сложно контролировать свои чувства, то у него возникнет потребность получить со стороны лечащего врача возможность выразить эти эмоции. Это не означает, что он от вас требует срочно здесь же решить его эмоциональные проблемы. Нет, ему просто нужно время и попытка поделиться с врачом, который занимает важное место в его жизни, о том, как он себя чувствует. То есть это никого ни к чему не обязывает. Просто попытка выразить свои чувства. Кроме того, важным моментом является самостоятельность пациента. То есть давление родственников, давление врача и его склонение к какому-то решению лишает его ощущения самостоятельности, взрослости, все и так ничего не контролирует в процессе лечения, еще и здесь. Поэтому очень важно делить с пациентом ответственности, давать ему право выбора и принимать этот выбор, с каким бы он ни был, поскольку лечащий врач, все-таки врач, он не мать, он не несет ответственность за пациента всеобъемлющего, нанесет ответственность с того момента, как пациент подписал информированное согласие, если я верно понимаю. Таким вот образом, действуя, условно говоря, по такому сценарию, можно повышать приверженность лечению, можно повышать мотивацию и понимание формы информированного согласия. О том, как вести пациента в процессе его лечения, это уже совершенно другая, довольно объемная тема, и на ней я сегодня становлюсь не буду, затрагивать ее не будем. В принципе, круг особенностей и проблем, он таков. У меня все. Спасибо. Спасибо большое, Кристина Архангановна. Мы с вами в процессе подготовки к вебинару читали статью на статье ВОЗ. Там есть заключение, там за десятки лет проведен метаанализ, без понимания пациентами разных аспектов информированного согласия. И там от 50 до 75%, насколько я помню. Это как вам кажется, с чем может быть связано? Это с какими-то психологическими аспектами, с доносом информации? Или, ну, так? Там факторов может быть великое множество, поскольку ведь формы информированного согласия, они разнятся. И многое зависит от того, какова форма, многое зависит от того, в каком состоянии сейчас пациент, каково его когнитивное функционирование, его возраст, его уровень образования, из каких мотивов он вступает в это исследование и так далее. То есть это может быть связано с чем угодно. Коллеги, есть ли вопрос? Так, у нас есть ли на связи? Да. А вот у меня есть вопрос. Добрый день, коллеги. Еще раз. Был очень интересный слайд о том, какие факторы играют роль, в первую очередь, когда пациент принимает решение приступления в исследование. Речь шла о терапевтическом инфекции, там, вклад на опусть. Смья. Скажите, пожалуйста, был ли какой-то, может быть, анализ в случае, если пациент отказывается от исследования? Какие факторы могут здесь играть роль, если пациент вдруг принимает решение об адвоказии? Участие в том исследовании, когда он уже был включен и участвовал. Спасибо. Спасибо за вопрос. Это в основном европейские исследования, в России таких исследований проведено не было, насколько я знаю. Во-первых, одним из важных факторов является, естественно, ухудшение состояния пациента, когда он теряет надежду и веру в то, что его лечение работает, и, соответственно, это сопряжено с осложнениями в отношениях с лечащим врачом. То есть, когда пациент не доверяет ни лечащему врачу, ни процессу лечения, видит, что ему только становится хуже. Также частым фактором является давление со стороны семьи, когда есть альтернативные способы лечения. Ну, не в смысле альтернативная медицина, а в смысле другие традиционные способы лечения, более проверенные, более стандартизированные. И тогда давление семьи, давление родственников заставляет пациента отказываться от лечения или уходить там с какой-то его стадии и, соответственно, начинать принимать другую тактику лечения. Спасибо большое. Уважаемые слушатели, пожалуйста, пишите нам вопросы. Ссылка на статью, которую мы сейчас обсуждали, тоже она есть под трансляцией как раз. И тем, кто много пишет вопросов, мы предоставим бесплатное посещение нашей лонкоформы «Белые ночи» в сессии, посвященной клиническим исследованиям. Пожалуйста, пользуйтесь этим. Есть вопрос. Это я зачитался. Так, здравствуйте. Подскажите, пожалуйста, при заполнении ИДС, что конкретно вписывать по блоку неблагоприятные реакции и осложнения кратко написать все известные в мире или перечислить каждые, на какие юридические аспекты при этом операции и обращать внимание. Спасибо. Я немножко прокомментирую. Коллеги, в рамках нашего вебинара мы обсуждаем информированные согласия для клинических исследований лекарственных препаратов. Это обычно такой многостраничный документ. У меня, к примеру, на 25 страницах. Тут, в общем и целом, все прописано. Мария нам в свое время расскажет, что там точно должно быть написано. Но в практике врачей используется еще информированное добровольное согласие на комплекс медицинских услуг, манипуляций, в том числе медицинские вмешательства. Это вот такая форма, это обычный листочек А4, где действительно много параметров, которые надо вносить от руки. Я думаю, что, наверное, это все-таки вопрос мы выведем за рамки вебинара по заполнению тех форм, которые используются в рутинной практике. Но у нас есть возможность уточнить, мы не проигнорируем ваш вопрос, нам надо, чтобы были ваши контакты, мы уточним и целиком и полностью, в полном объеме ответим на такой вопрос. Тоже важный. Потому что у нас аудитория не только тех людей, которые занимаются клиническими исследованиями, это еще и врачи, аспиранты и ординаторы. Поэтому, конечно, мы ответим на такие вопросы тоже. Коллеги, мне кажется, что обсуждение психологических аспектов подписания информированного согласия, это действительно интересно. Потому что я, по меньшей мере, никогда об этом не слышал, чтобы так конструктивно проанализировать со всех сторон. Это здорово. Спасибо большое. Мы потихонечку двинемся дальше, потому что, в общем, вот имеет такие сложности понимания пациентами информированного согласия. При проведении клинических исследований разработали уже такие стандартные практики, как надо знакомить пациента с информированным согласием, как надо подписывать. Константин Анатольевич, расскажите, самые такие, как принятые в пути, практики подписания информированных согласий в рамках клинических исследований. Спасибо, Артем Николаевич, за вопрос, за предложение это обсудить. В действительности я бы хотел даже больше поднять некоторую проблематику, связанную именно с информированным согласием. Потому что мы говорим, у нас фраза информированное согласие. Что это означает? Это означает, что согласие должно быть информированным. То есть, понятное дело, что пациент должен осознавать все аспекты, или пациент, или доброволец, должен оставить все аспекты участия в клиническом исследовании. То есть, вот Кристина Архановна, она вот подняла такую очень интересную тему в самом начале. Я о ней размышлял перед тем, как, ну, вот ехал сюда. Это как раз о том, что часть пациентов, особенно в области онкологии, да, онкологических пациентов, они с большей, они ожидают очень хорошего эффекта терапии, да, который ему назначается. Это излишнее, такая, излишнее ожидание. Я вот помню на прошлом семинаре, который был посвящен, посвящен блокчейну, да, там одно из сообщений пришло вот здесь, да, в нашей системе, в чате, да, оно вообще не относилось к блокчейну, да, оно относилось именно к пациентам и к терапии, да. Там было что-то наподобие того, что клинические исследования, вот, они все равно не помогают, да, то есть, помните, да? Ну, это была... Такая история, да, это как раз история вот того самого пациента из первой группы, о которых рассказывали, да, который, попав, да, вот в клиническое исследование, может быть, чрезмерное ожидание, да, было, вот, наверное, или это родственники были, это не имеет значения в целом, вот, которые ожидали, что они получат какую-то панацею, наверное, да, и вот здесь я хочу сказать, что мне кажется, что у нас, в принципе, в наших вот этих формах согласия, они в недостаточной мере уделяются информации о том, что все-таки это исследование имеет экспериментальный характер, да, то есть, тем более, если еще, например, исследования средних фаз, я их назову, да, вторых фаз, мы знаем, да, главное название, что вот есть присутствие названия клинических исследований второй фаз, мы говорим, что онкологи, наверное, слово advanced, да, слово какое еще, да, recurrent, да, то есть, в принципе, речь идет о достаточно тяжелом заболевании, да, на какой-то достаточно серьезной стадии, и, а сами исследования второй фаз, они зачастую, их задачами являются вовсе не, ну, как сказать, не то, что вовсе, да, ну, то есть, и у них очень много задач связанных с формакодинамика, формакокинетики, да, то есть, то те вещи, которые, в принципе, пациенту к таковому, да, наверное, пользы не несут, да, то есть, и вот вся вот эта информация должна очень серьезно указана в согласии, а у нас как в согласии, вот вопрос хоть пришел, да, вот откуда взять информацию, ну, очень достаточно все, как это сказать, не то, чтобы сложно, да, вот у меня был опыт, да, когда я, например, организовал исследование в Соединенных Штатах, да, это было исследование у пациентов с распространенным, рецидирующим раком матки, да, то есть, вот, каким образом мы готовили согласие, да, то есть, мы обратились к национальным институтом здоровья, сайту национального института здоровья, мы обратились к организации, которая называется Гинекологи-онкологи групп в Соединенных Штатах, да, и где мы получили, соответственно, форму, да, темплейт, скажем так, да, информированного согласия для пациента, в которой содержалась вся обычная та информация, которая содержится в наших согласиях, которых мы хорошо знаем, да, мы знаем, что в этом будет написано, у вас возьмут 200 мл крови, да, МРТ – это процедура безболезненная, правда, будет написано там, или как процедура безболезненная. В действительности, вот в таких ситуациях, особенно вот в области института, да, пациент готов будет сдать 400 мл крови, да, Артем Николаевич, наверное, я так думаю, да, но в этих согласиях очень часто мало внимания уделяется тому, что насколько эта терапия, которую он будет получать урок на терапии, действительно сможет вам помочь, то есть, обычно это «может помочь», да, то есть, помните такие, ну, фразы обычные, мы знаем очень хорошо этих согласий, на самом деле, поэтому я к чему это все говорю, а к тому, что, наверное, в рамках процедуры согласия, информированного согласия врач должен говорить с пациентом, да, и очень большое внимание уделять, именно не тем вот событиям, больше, как-то, в большей мере уделять внимание тому, какую реальную пользу может получить этот пациент в рамках этого исследования, для того, чтобы вот эта ситуация, особенно вот с пациентами из первой группы, которую Кристина описали, да, чтобы они не имели лишнего, лишнего вот этого ожидания, да, от результатов этих исследований. Такие же, на самом деле, если подумать чуть более шире и, например, распространить эту практику в отношении добровольцев, да, у нас часто, у нас клиника занимается исследование первой фазы биоквалентности, часто такие же вещи можно распространить и в отношении добровольца. Почему? Потому что добровольец открывает свое согласие, вот он садится, читает, да, и вот он читает, у вас будет взято столько-то крови, точки такие-то, да, вам нужно прийти на амбулаторную точку, а на самом деле добровольец если часто впервые, да, вот в клиническом исследовании, для него гораздо большее значение, вот в реальности имеет то, какой кровати он будет спать, да, то есть, ну, это действительно так. Чем его будут кормить утром? Ну, это правда, потому что они находятся в каком-то, ну, там бытовой уровень, да, то есть, сколько человек будет лежать в палате, да, то есть, вот. Я к чему к этому? Потому что, в принципе, вот сама подход вот к согласиям, да, сегодняшней существующей, он немножко такой архаичный, я считаю, да, потому что все информированные согласия у нас бумажные. Мы пришли в музей, да, нажнали на кнопочку, да, включили аудиогид, ну, что нам так не расскажут, да, про это место, правда? Это очень удобно. Пришел в метро, кнопку нажал, сказали, вот тебе 15 минут, и ты уже там, не знаю, на какой-нибудь там станции метро, ну, это в Москве, а не в Петербурге, конечно, вот. А в нашей ситуации такого нет, то есть, мультимедиа практически не используется, да, то есть, какие-то там информационные материалы тоже практически не используются. Я к чему? К тому, что даже центры могут со своей стороны, да, делать некоторые вещи, которые процесс согласия сделают более информированы. Ну, например, да, то есть, мы можем сделать некий фильм или интерактивную вещь для планшетов, да, где человек может, например, ознакомиться, как он участвует в исследовании, что происходит, как выглядит палата, да, то есть, как, это я про добровольцев рассказываю. А для про пациентов, например, рассказать о том, что, вы знаете, что клиническое исследование – это помощь, да, но это далеко не панацея, да, то есть, если вы участвуете в исследованиях, допустим, второй фазы, да, advanced, ну, надо понимать, да, то есть, вот такие вещи основные, они пациенту могут тоже также рассказывать не только в ходе беседы пациент-врач, но еще и вот используем таких вот технических средств, средств, да, вот. Ну, если возвращаясь к вашему вопросу, к аркачному вопросу, то, слушайте, много придумать не надо. Ладно, у нас согласие информировано, то есть, все наши действия, да, в рамках, в рамках процесса согласия должны быть нацелены на то, чтобы человек, принимающий решение, он должен принимать, естественно, свободно, да, но он должен быть информирован. Поэтому, естественно, пациенту или добровольцу дается достаточно время для того, чтобы мы знакомы со всеми аспектами проведения исследования. Ему задаются вопросы, да, о том, понял ли он или не понял. Основные позиции клинического исследования, естественно, рассказываются. Я вот даже вспоминаю, тут же добровольца, да, пришел ко мне добровольцев пришел где вы прочитали прочитал он не очень хорошо так ну прочитал на прочитал хорошо спортсмен вот игры но вы все понял да все понял вопросов есть вопросов нет у вас нет вопроса вот настолько доходит да то есть речь не только по центре черета добровольцев в принципе существует на самом деле проблематика информирности и нужно решать да и решайте и при помощи вот таких вот я я считаю, методологических, обычных. Врач, который беседует с пациентом, должен рассказать обо всем, что мы сейчас говорим. Ну и, соответственно, каких-то технических даже возможно. То есть внедрять в нашу практику как можно больше технических способов информирования пациентов и добровольцев о том, куда они идут и зачем. То есть правильно я понимаю, есть неким образом два варианта. То есть такой архаичный и соблюдение каких-то требований, потому что должно быть подписано информированное согласие, должна оставить подпись согласно всем требованиям. И есть еще все-таки какая-то перспектива развития этого процесса, потому что в общем и целом, с точки зрения психологии, для того, чтобы пациент более осознанно принимал решение, есть куда еще стремиться и доводить себя до совершенства. Артем Ильич, я абсолютно вы правы, естественно, так и есть. У нас может быть слушают даже пациенты, я хочу сказать для них о том, что они при принятии своем решении, конечно же, абсолютно свободны. И более того, для них должно быть выделено достаточно количество времени, они задавать любые вопросы могут. Час домой уйти, консультироваться с родственниками могут. Не знаю, то есть абсолютно какое-то разумное время им может быть предоставлено. Они могут задать все вопросы врачу, получить на них нужный ответ и только после этого принять свое решение. Это правильный процесс информированного согласия. Ну, а на ваш вопрос, конечно же, да. Естественно, нужно это дело менять, потому что совершенно очевидно, я вот это вижу и так, существует определенная проблематика в информировании участников эксперимента, участников исследований о том, что будет происходить. Несмотря на то, что все формальные признаки соблюдены. Наши согласия соответствуют требованиям национального здоровья. Я не знаю, наши согласия соответствуют требованиям Совета по этике Минздрава России и так далее. Но в любом случае, в целом, это не решает проблему информированности пациентов и дворовольцев об исследовании. Среди наших слушателей есть еще аспиранты. Поэтому то, что вы рассказали, когда проводили исследование в США, был какой-то коллегиальный орган, куда можно было обратиться и получить темплейт информированного согласия. Знаете ли вы в России такой источник информации? Есть у нас аспиранты, которые хотят провести клиническое исследование в рамках научной деятельности. Есть ли такое? Главное, не использовать источник, который мы, как родители, возможно, многие из нас родители, подписывают детей. Диаскин-тест. Я согласен, диаскин-тест. Все как бы, что такое диаскин-тест? Ну, мы знаем, слава богу, кто-то не знает. Вот это уровень информированного согласия в обычной медицине. Вы, Артем Николаевич, показали слишком хороший документ. Потому что наш документ. Да, да, да. Мы для детей подписываем гораздо более простой документ. Можно или нельзя. А для них могу сказать следующее. Существуют определенные требования по согласию. Если мы хотим в России это делать, можно выйти на сайт АОКи действительности. В действительности на сайте АОКи представлен документ, который дает рекомендации по подготовке согласий, которые будут приемлемы в Российской Федерации. Вот ответ на вопрос. Хорошо. Еще у нас будет сообщение в финале нашего вебинара о валидации. Там Мария расскажет нам, наверное, о самых основных аспектах. Вот, да. Вопрос Марии больше. Ольга Владимировна, вы наслышите. Да, вот мы сейчас подняли такую проблематику, которую, мне кажется, вы сталкиваетесь постоянно. В пациентской организации работаете с пациентами, и они к вам обращаются часто с просьбой, ну, насколько я знаю, прояснить про клинические исследования, что-то. То, что они постеснялись, те вопросы, которые постеснялись им задавать врачам, они задают вам. Да, расскажите про свой опыт и помогите нам сделать этот процесс лучше, со своей точки зрения. Большое за приглашение. Действительно приятно, что многие врачи осознают то, что клинические исследования важны как для врачебного сообщества, так и в том числе, и, наверное, в первую очередь для пациентского сообщества. Знаете, к нам очень часто обращаются пациенты с таким вопросом. Я знаю, что существуют клинические исследования, но не понимаю и не могу найти те клинические исследования, которые подходят именно мне. На самом деле это очень большая проблема, ну, немножко отвлечемся от темы вебинара, прямо на минуту. Это очень большая проблема найти те клинические исследования, которые нужны именно данному пациенту. И вообще доступ пациентов, доступ пациентского сообщества к базе клинических исследований, он совершенно не решен. Нужно подумать над тем, чтобы, возможно, создать, если уже создано, то более продвинуть системы в интернете для того, чтобы каждый пациент имел доступ к списку клинических исследований и мог понять, как достучаться до исследователей, как обратиться в эту группу. То, что касается информированных согласий. Я уже более четырех лет являюсь экспертом этического комитета Центра Дмитрия Рогачева. И в первое время я не доктор, я общественный деятель, и для меня медицина – это недавно была совершенно другая планета, знакомая только через телевизор, ну, и в интернете иногда статьи читала. И когда я начала читать информированные согласия, которые приносили на этический комитет, честно говоря, к концу этого трактата мне казалось, что меня хотят, действительно берут на какой-то суперсложный эксперимент, который привезет к моей смерти, потому что очень много неизвестных терминов написано совершенно недоступным для обывателя языком. Я знаю, что многие пациенты обращаются с таким вопросом, что вот мы пришли к исследователю, нам дали информированное согласие, я его подписал, но я сейчас не могу вспомнить, о чем вообще была речь, и что от меня хотели, и я не понимаю вообще, зачем я его подписал. Поэтому очень большая просьба к исследователю, пожалуйста, давать эти информированные согласия на руки пациентам на несколько дней. Пускай они уйдут домой, посидят, подумают, поговорят со своими родственниками, обсудят это все с соседями, как это у нас принято в России, напишут какие-то письменные вопросы, которые их интересуют. Перейдутся этими вопросами к исследователю и зададут те вопросы, которые накопились у него за несколько дней, пока он читал это информированное согласие. И, честно говоря, очень хотелось бы, чтобы между пациентом и исследователем было еще одно звено, не знаю, может быть, аспирант. Я не знаю, как это происходит. Должно быть какое-то звено, которому в любой момент пациент может позвонить по телефону или написать в WhatsApp, или написать сообщение, и спросить, задать какой-то вопрос по информированному согласию, потому что, может быть, через 2-3 дня он забудет уже о том, что его интересовало. Конечно, больше времени нужно уделять пациентам, больше рассказывать об исследовании. И, на самом деле, мы столкнулись с такой странной проблемой. Возможно, она неожиданно будет для вас, но для пациентов она очень жива. Когда пациент, пришедший на клинические исследования, задает вопрос исследователю, а сколько анализов я буду сдавать, как часто, и сколько это у меня займет времени, не всегда исследователь может на этот вопрос ответить. Может быть, нужно задуматься о том, чтобы создать инфографику по данному исследованию, чтобы на картинках доступным языком человеку объяснить, что вы должны будете приходить раз в неделю, либо отправлять какую-то информацию через WhatsApp, через сообщение исследователю, либо должно быть очень все доступно, наглядно и понятно для самого пациента. Потому что мы-то с вами знаем, что человек, уходя домой, он остается неподконтрольным, и он не всегда выполняет те условия, которые прописаны в клинических исследованиях. И зачастую это ведет к тому, что результат клинического исследования становится неправильным, потому что пациент в той или иной степени не принимал вовремя препараты, или не сдавал вовремя какие-то анализы, или не измерял себе температуру вовремя, описал так, как болты. На этом вопросе нужно акцитировать внимание пациента. Он должен понимать, что он несет ответственность за то действие, в которое он включен, за те клинические исследования, в которых он участвует. И всегда мы говорим о том, что пациент в клинических исследованиях участвует как волонтер. И сейчас очень много практик, и волонтерское движение существует большое. Возможно, нужно посмотреть, какие мотивационные инструменты используют сейчас волонтерское движение, для того, чтобы больше заинтересовать пациентов и условно здорового населения участвовать в клинических исследованиях. Возможно, нужно какое-то моральное вознаграждение, диплом участника клинических исследований с благодарностью от центра, с благодарностью от группы исследователей. Потому что все мы люди, и всем нам нравится, когда нам говорят спасибо, и когда ты видишь эту благодарность, держишь ее в руках, ощущаешь ее. Это не только деньги, но это и моральное удовлетворение в том числе. Поэтому я благодарна Институту Петрову за то, что вы поднимаете такую важную проблему, важную тему для обсуждения. И спасибо вам большое за то, что вы делаете для пациентов. Спасибо. Спасибо большое, Владимир Владимирович. Я правильно понял, что если пациенты, я услышал так, что если пациенты не получили достаточной информации, они могут самостоятельно редуцировать дозу, игнорировать какие-то процедуры об этом? Конечно, они же не подконтрольные. Это обычные люди. Они не работают в больницах, они не работают в медучреждениях. Они сами по себе, сами себе предоставлены. И у нас даже был пациент, который позвонил и говорит, вы знаете, меня включили в клинические исследования, но я живу в другом городе, и мне в этом другом городе нужно получать препараты. И я теперь не понимаю, я не могу остаться здесь, рядом с федеральным центром, потому что мне надо ехать в свой ребенок, получать лекарства. Но при этом я вроде как что-то подписал, не зная, что я должен участвовать в этих исследованиях. Я не знаю, что делать. И почему-то этот пациент задает вопрос нам. Он не задает вопрос исследователю. Возможно, не выстроена коммуникация между пациентом и исследователем. Я не знаю. Но, конечно, мы сказали о том, что обязательно подойдите или обратитесь, или позвоните вашему врачу, который ведет исследование, расскажите о своей проблеме. И я думаю, что на 100% эта проблема будет решена. Но многие пациенты не говорят об этом. Вот если им нужно получить лекарство в другом регионе, но при этом он участвует в исследовании в федеральном центре, он берет и уезжает, и никто остановить его не может. Возможно, это из-за недостаточной информированности пациента. Спасибо. Только у меня небольшое замечание к вашему выступлению. Вы сказали, что нет системы, которая помогает пациентам подобрать клиническое исследование. Это немного устаревшая информация. На сайте не я, онкология Петрова, он МИЦ. В онкологии Петрова в закладке «Клинические исследования» есть небольшой опросник, который можно заполнить. Пациент его заполняет самостоятельно или вместе с врачами. И наш врач-онколог разбирает эти заявки и смотрит, сравнивает с реестром всех клинических исследований, проводимых в России. И если подбирается какое-то подходящее, связываемся с пациентами, связываемся с исследователями и пытаемся наладить эту коммуникацию. Это сложный процесс, но он уже вроде как работает. Поэтому обращайтесь, пожалуйста. Да, будем иметь в виду и обязательно развести вот эту информацию во всех соцсетях, для того чтобы пациентам действительно было проще найти клинические исследования. Спасибо большое. Спасибо. А я вот хотел бы раздобавить, да, вот Ольга Владимировна привела практически, ну, примеры, да, а вот Кристина Архановна, она в теорию, да, о том, что повышает комплоентность пациенту к исследованию, да. И в действительности так, если человек осознанно дал свое согласие на участие в исследовании, да, он понял все абсолютно, да, то есть это был настоящий процесс информированного согласия, он и будет следовать протоколу, да, он будет принимать таблетки, он будет приходить на визиты и так далее. И в конце концов это приведет к тому, что данные, полученные в ходе клинического исследования, они будут по-настоящему валидны, да, то есть их качество гораздо будет больше. Потому что мы вот часто по процессу согласия относимся не как, понимаете, мы относимся к нему как к соблюдению прав человека, да, то есть прав пациента на участие в исследовании. Вы проинформированы, вы подписали форму, окей, все хорошо, да. А в действительности к этому надо относиться не только так, да, то есть к этому процессу надо относиться как к договору. Мы подписали договор, да, если мы с обоих сторон информированы хорошо, да, то мы, скорее всего, будем соблюдать, потому что мы находимся в комфортных условиях. А если человек, как вы описали, конечно, человеку нужно ехать из другого города, он находится в некомфортных условиях. О каком комплайенсе можно говорить, да, и о каких хороших данных полученных вратах такого протокола. Поэтому, конечно же, согласие – это основа не только из-за соблюдения прав человека, да, она основа и о, и основа правильного, верного проведения клинического исследования. То есть частота данных зависит от такого процесса. Конечно. Очень интересно. Можно я? Да, конечно. Большое спасибо за речь. Я бы хотела поддержать во многом то, что вы говорите, поскольку многие пациенты говорят о том, что они нуждаются в некоторой памятке, то есть в маленькой информации из информированной согласии, это выдержки, на которую их стоит опираться, в том случае, когда они не могут получить информации ни от кого. Но у них есть некоторая информация, которая точная, стабильная и не будет меняться. То есть им нужно на что-то опираться. Некоторые правила поведения, напоминания и так далее. Это очень важно, правда. Ну и в наш век информационных технологий иметь приложение в телефоне, которое постоянно будет тебе напоминать, что тебе нужно сделать то или другое действие, это просто. Еще хотела бы сказать, что тут много звучит про информированное согласие, как форму, как договор и так далее, а многим пациентам неясно, на что они идут. Для многих это просто некая процедура, она может даже не восприниматься как лечение. Ну вот что-то мне предложили, говорят они, ну и вроде бы там говорят, будет эффект. Некоторые говорят, а вот я выбираю это лечение, я на него иду. То есть тут даже понимание того, а что будет, оно настолько разное, что требует прояснения. Вот как раз так и в системе врач-пациент вне информированного согласия. Что будет происходить-то неясно. Это вот большой тоже вопрос. Коллеги, это Мария Зайцева, я еще хотела добавить в отношении такой большой информированности вот в части европейских стран, принята практика разработки сайтов с введением реестров клинических исследований для пациентов. Именно сайт ориентирован для пациентов, где такими простыми популярными словами объясняется какова процедура согласия, размещаются также ролики, как это может выглядеть. И вот есть список обновляемых реестов всех исследований, которые ведутся в стране. И в этом реестре приводится, конечно, не открытая, то есть не конфиденциальная информация, а, как правило, длительность, нозология, количество субъектов и контактная информация, куда пациент может обратиться. И пациент может сам найти в своей нозологии свое исследование и обратиться в центр. Вот это вот интересная инициатива, можно было бы подумать о развитии в России. Так, ну что ж, мы двигаемся. Так получилось, что вебинар выходит на действительно запланированные сообщения. У нас Максим Игоревич, да, у нас подготовил сообщение о инновациях в информированных согласиях. Коллеги, добрый день. Это Максим Кулынщиков, руководитель отдела обеспечения качества компании ОСТ. Мы как раз появляемся тем самым организатором, который берет на себя организацию проведения клинического исследования, в том числе привлечение поставщиков по разработке информированных согласий, по поставке электронной системы в клинические исследования. В общем, что можно сказать, да, то та проблематика, которая как бы сейчас обсуждается, да, по поводу информированности, доступности информации для пациентов, она, в принципе, в мире уже решена. Существует огромное количество различного рода инструментов, приложений, разрабатываемых как раз компаниями, которые занимаются разработкой информированной системы для клинических исследований. Это так называемые электронные формы информированных согласий. Вот, в принципе, наша организация уже участвовала в ряде исследований, где были задействованы такие инструменты, как электронная форма информированного согласия. Значит, в чем здесь ее преимущество? Да, конечно, пациент может получить всю необходимую информацию, да, вернуться к этому документу, посмотреть, каким образом будут проводиться те или иные процедуры, да, то что сейчас как бы все тренды, которые существуют на рынке, они направлены на то, чтобы вот в принципе, да, в деталях разбирались все самые критические аспекты участия пациента в клиническом исследовании, да, что такое препарат, да, какие у него могут быть риски, побочные эффекты, да, те самые вещи, о которых вы говорили, да, то что какая-то инфографика, ссылки на сайты, да, которые бы предоставляли дополнительную информацию для пациента, да, потому что это все удобно, наглядно, и это у вас всегда под рукой. Потому что каким образом реализуется сейчас процедура подписания информированного согласия? То есть это может быть два варианта. Либо когда это приложение установлено на устройство, которое предоставляется в исследовательский центр, и пациент приходит в исследовательский центр, да, проходит, по сути, такую же практически классическую схему, да, он беседует с врачом-исследователем, да, там, читает форму информированного согласия на электронном устройстве и ставит свою электронную подпись, да, которая может быть, там, различными видами электронных подписей реализована. Второй момент – это возможность удаленного ознакомления с информационным листком, да, пациента. Это когда пациент может загрузить данное приложение к себе на телефон и уже самостоятельно дома его изучать, да, возвращаться к каким-то вопросам. И благодаря этому, в принципе, да, потому что пациент, как бы мы, с одной стороны, как организатор, можем удостовериться, что пациент действительно изучал это, да, то, что его формальная сторона вопроса о достаточности времени, информированности соблюдена, да. Опять же, современные методы, современные приложения оснащены различного рода такими, знаете, подтверждающими механизмами. То есть недостаточно человеку нажать кнопку, что я согласен, да, то есть система, которая хорошо спроектирована, да, она будет повторно вас спрашивать, а действительно ли вы согласны, да, то есть как бы в любом случае, да, это вопрос проектирования такого информационного листка, он, как бы, довольно сложен, да, потому что он включает в себя различного рода материалы, которые будут представлены в различной модельности, да, то есть это ссылки, это видеоконтент, это примеры, это, в общем-то, как бы расположение информации в определенном порядке, да, чтобы было максимально доступно, то есть человек может постоянно вернуть. Со временем в части вот этого электронного процесса, да, получения межсогласия существует сейчас уже довольно много так называемых руководств, да, наверное, первыми из них это были FDA, которые выпустили Е-Констант Гайдлайн в 2018-м, в дальнейшем Великобритания присоединилась, да, к этому процессу, тоже выпустили Е-Констант, все склоняются, в принципе, к тому, что, как бы, информация должна быть доступна для пациента в любой момент, реализуется это, ну, опять же, как бы, вариантом, либо если мы говорим о том, что информационное согласие происходило в центре, в дальнейшем после подписания форм информационного согласия, она высылается пациенту, либо распечатывается ее копия, да, и выдается на руки подростку, либо же это сохраняется на устройстве у пациента и доступно на период всего участия в клиническом исследовании. Естественно, эти приложения, они обладают более широким, как бы, функционалом, и вот то, о чем говорилось, да, это напоминание пациенту о том, что ему необходимо прийти на визит, напоминание о том, что он должен прийти, там, на визит, к примеру, да, там, натощак, чтобы сдать анализ крови, то есть какие-то вещи, которые ему будут помогать. Это все существует, но мы живем, к сожалению, ну, или к счастью, в довольно консервативном обществе, да, в Российской Федерации есть определенного рода требования к использованию электронных систем. Когда мы говорим о таком юридически значимом документе, как информированное согласие, мы говорим об обработке персональных данных, которые относятся к специальным категориям. И здесь встает, в общем-то, острый вопрос, который мы, к сожалению, пока не можем решить, да, в России. Это использование электронных цифровых подписей и электронных простых подписей. Те устройства, которые мы использовали, они предусматривали как раз самую простую электронную подпись. В чем здесь заключается проблема? То, что чтобы вот ваша электронная подпись, она соответствовала вашей действительно, да, обычной подписи, мы должны каким-то образом подтвердить личный субъект и на 100% связать вот эту подпись с личностью субъекта. И, к сожалению, те инструменты, которые у нас существуют, и наша законодательная база не позволяет в полной мере реализовать данный функционал. Поэтому тот Е-консент, который мы использовали, он бы носил скорее такой экспериментально-вспомогательный характер, да, для того, чтобы посмотреть, насколько это реально эффективно может работать в России. Кстати говоря, мы получили довольно хорошие результаты, да, потому что у нас не было никаких нареканий по информированному согласию. Поэтому это, я думаю, вопрос, скорее, сейчас уже лежит в законодательной плоскости, да, но это вот именно вопрос использования электронных подписей в таких устройствах, да, пока у нас все это регулируется персональными данными. И второй момент сейчас очень широко начал, ну, не то чтобы очень широко, но достаточно, как бы, начали использовать дополнительные материалы, да, которые бы выдавались для пациента, да, потому что это карточки участника, памятки, это различного рода видеоматериалы. То есть вот буквально сейчас у нас идет подготовка к одному из исследований, в котором в рамках проведения процедур скрининга пациентам будет демонстрироваться видео обязательно 15-минутное, в рамках которого будет человек информирован о том, какие ожидать он может эффекты от применения той или иной терапии, да, чтобы он, в общем-то, чтобы его ответы, да, потому что у нас широко используется в этом исследовании различного рода опросики шкафа, да, мы могли объективно оценить по дальнейшему. Поэтому и компаний-провайдеров, которые бы предоставляли такие услуги по e-консентам, по приложениям для пациентов на телефоны, по видеотренингам для пациентов различного рода, их становится все больше, это действительно, как бы, тот тренд, на который, как бы, все ориентируются. К сожалению, да, вот пока у нас есть только наша нормативно-правовая база, да, которая не позволяет сейчас очень широко это не быть. Вот. То, что хотелось бы рассказать. Спасибо большое, Константин Анатольевич. Да, у нас был в некотором смысле общий опыт даже в одном из протоколов, я точно помню, как раз по электронному согласию. В любом случае, несмотря на то, что факт подписания на планшеты, да, вот я помню, это была такая история, не в реальности не является фактом подписания информированного согласия Российской Федерации, тем не менее, польза от этого была достаточно большая, да, то есть, могу сказать, что, конечно же, вот эти материалы информационные, которые содержатся вот в этом приложении, они, конечно, сыграли большую роль и большую помощь, то есть, вот то, что мы сегодня говорим, информированность, да, согласие, они, конечно, эти процессы решают. Но у нас был такой план еще, как-то, не знаю, однажды, мы хотели клиническое исследование биоэквивалентности провести с использованием Констант. Да, вот Максим Игоревич, он верно подметил, что требуется использование усиленной электронной подписи, то есть, самый третий, да, из закона об электронной подписи, к сожалению, представьте, что пациенты, приходящие, не знаю, к врачу, имеют открытые, там, закрытые ключи и так далее, то есть, имеют эти электронные подписи, сложно, да, поэтому у нас такой был план, вот для небольшого клинического исследования биоэквивалентности, получить разрешение на использование Констант, попросить добровольцев получить, соответственно, или выбрать тех добровольцев, которые имеют электронные подписи усиленные, да, и вот провести такое вот исследование, использование, но это, конечно, было по Тёмкинской деревне, то есть, мы хотели продемонстрировать, что это теоретически возможно, вызывает огромные сложности в России, да, но, тем не менее, это возможно. Я думаю, что, наверное, вряд ли законодатель таким-то образом серьезно продвинется в нашу сторону, ну, не только в нашу сторону, в плане использования простой электронной подписи, например, при подписании информирования согласия, потому что это прямую противоречит закону об особе, как это называется, основы охраны о здоровье граждан, где написано, что информированные согласия подписываются при помощи электронной усиленной подписи, вот. Ну, наверное, тогда, когда у каждого гражданина Российской Федерации вместо бумажного паспорта будет некая карточка, которая будет содержать там эти ключи, электронные подписи, наверное, тогда вот электронные подписи у нас во всю, наверное, будут использоваться. Ну, или что-то случится раньше, будет вообще замечательно. Ну, ладно, мы все-таки к тематике возвращаемся, да. А можно я немножко прокомментирую? Даже не прокомментирую, это возникла такая идея у меня в голове. Сейчас все наши граждане зарегистрированы и подтверждены, идентифицированы на госуслугах, и мы все пользуемся госуслугами. Возможно, нужно найти способ и на госуслугах разместить информацию о клинических исследованиях, и тогда и пациент будет, ну, человек, любой человек будет идентифицирован, он будет подтвержден документами, потому что это база, которая работает по всей России, и, может быть, через госуслуги будет проще привлекать на исследование людей. Это ровно та идея, которая сейчас разрабатывается всеми, кто задействован в Российской Федерации в части работки электронных систем, потому что это единственный доступ к электронным цифровым подписям, который мы могли использовать широко. Спасибо. Максим Игоревич, а все-таки это тренд, да, мы определили, да? Да, да, конечно, безусловно. И вопрос, да, все-таки самый основной фактор, который повлиял, что это тренд. Почему? Потому что это повышает приверженность пациентов, да, потому что информированность их, да, потому что, опять же, как бы в обычном процессе, да, консервативном, когда мы распечатаем материалы, даём их на руки, пациенты просто это куда-то кладут, там, забывают, теряют эти информированные согласия. Опять же, у врача зачастую бывает не совсем там много времени для того, чтобы уделить всем аспектам. Не всегда, опять же, врач наделён, да, там, какими-то уникальными презентационными навыками, чтобы рассказать про побочные эффекты того или иного препарата, да, как бы, чем отличается, там, не знаю, там, какая-нибудь аллопеция, что это такое, да, в общем, как бы, и какие угодно, в общем, как бы, вещи могут сыграть здесь. В данном случае у пациента на руках всегда есть в его устройстве вся необходимая информация о том, когда он должен прийти, что за риски, бывает такое. Плюс у него есть возможность связаться с врачом-исследователем. Конечно, это тот тренд, который нам позволяет лучше контролировать исследования и получать достоверные результаты. И пациентам удобно, пациенты понимают, что от них требуется. Как бы, здесь всё это очевидно. Здесь всё на поверхности, здесь, как бы, нечего добавить. Ну, у нас очень широкая аудитория, да, мне почему я прошу всех наших спикеров говорить так поподробнее, потому что то, что вы понимаете, это хорошо, да, и мы понимаем. Но у нас действительно много аспирантов, да, которые сталкиваются с вопросом о том, как сделать просто, да, свою вот эту вот обязанность, да, потому что часто это воспринимается действительно не как обсуждение процесса, проведение исследований с пациентами, а просто, ну, такой формальный признак. Да, надо подписать бумажку и потом, ну, вообще создать её, одобрить в локальном этическом комитете, потом её подписывать, предложить, ну, и, в общем-то, обезопасить себя. Ну, скорее, это такой алгоритм. У нас, я сейчас прочитаю комментарий небольшой, что все озвученные проблемы упираются в отсутствие должной подготовки у лиц, которые подписывают согласие с пациентом. Необходимы тренинги, обучение, зачастую согласие подписывает совсем неподготовленный врач и совершает чудовищные ошибки. Важно не только знание GCP, но и знание прав пациента, в частности, разъяснить, право прекратить терапию в любой момент, право отозвать согласие, информация о лайк, контакты, центры, страховка. Всё верно, это правильный комментарий, мы совершенно с этим согласны. Вот, и мы даже это всё не обсудим ещё в дальнейшем. Кристина, у вас вопрос. Да, у меня был вопрос. Я хотела уточнить по поводу информированного согласия в электронном виде, контента различного. Проводилось ли у вас исследование возрастных пациентов, их понимание, поскольку, ну, всё же электронная среда для них является не совсем доступной, им довольно сложно обучаться, разбираться в этом во всём. Такой вопрос. Это Максим. Соответственно, смотрите, да, это у нас был очень ограниченный опыт применения электронного согласия, но в целом, конечно, мы можем подтвердить, так как электронные согласия есть лишь часть той информации, которая выдаётся за пациентом на руки, и в том числе в электронном виде. Сейчас очень широко используется, в общем-то, как бы тоже, так называемый ЕПРО, да, как бы ЕКО, то что это электронные опросники, которые выдаются пациентам на планшеты, где пациенты заполняют дневники, шкалы, в общем-то и тому подобное. И, естественно, как бы вопрос того, как человек будет заполнять, да, это очень завязано на возрастную группу, на, как вы уже говорили, когнитивные какие-то вещи. И здесь вот всё на самом деле, вот вне зависимости от того, какой мы у нас дали, да, это вот, потому что мы предоставляем вам техническую возможность там занести информацию в тот или иной опрос. Но первую главную роль играет, конечно, врач-исследователь, который правильно объяснит, как пользоваться этим устройством, или же это будет бумага, и, в общем, здесь не играет роли. Конечно, возникают вопросы, да, для этого, естественно, как бы в компаниях, которые предоставляют такие услуги по электронному систему, должна быть адекватная техническая поддержка, да, врачи-исследователь, которые участвуют в таких исследованиях, должны быть доступны для пациентов, чтобы отвечать на эти вопросы, они сами должны понимать. Возникают, конечно, возникают проблемы, без этого никак. Просто отдельно аналитику мы, конечно, не делаем. И еще все-таки прокомментируйте, как вам кажется, с точки зрения этики, да, вот этот все больше и больше точек контакта с пациентом, да, и в доносе информации об исследовании, это лучше? А что вы имеете в виду, точек доноса информации? Ну, имеется в виду, что вот у нас есть, допустим, бумажная форма, потом есть, допустим, электронная, какие-то дополнительные материалы. Это лучше или хуже, как вам кажется? Слушайте, ну, конечно, когда пациент полностью осознает, что с ним будет происходить в исследовании, какие у него обязанности в этом исследовании, да, какие могут быть ожидаемые риски, пользы, это то, в общем-то, на что мы всегда как бы рассчитываем. Потому что, как уже правильно вы, наверное, сто раз сегодня сказали, пациент, который правильно понимает, что от него требуется, что будет в исследовании, да, он будет правильно проходить печенье. И более того, я думаю, что, в принципе, когда человек правильно понимает, ожидает события, он, в принципе, лучше будет себя чувствовать, комфортно. У него будет меньше тревоги, меньше депрессии, меньше каких-то связанных вещей с эмоциональным фоном. И это все равно будет адекватно. Адекватный пациент, адекватный исследователь. Все очень просто, да, потому что данные от пациента – это первое, что нам нужно. Спасибо, Максим Игоревич. Я к чему вопрос задал? Потому что, конечно, здорово, что мы поговорили о перспективах, о том, как за рубежом, и мы даже… Причем, когда мы планировали этот вебинар, мы не обсуждали, что это тренд везде. Мы это осознали. И источник размышлений по поводу создания вебинара – это статья на сайте ВОЗ. Но мы живем в пространстве, где циркулирует бумажное информированное согласие. К ним есть требования, да. И сегодня мы из требований послушаем Кирилла Александровича, который нам расскажет о том, как проводится экспертиза информирования в согласиях в рамках локально-этического комитета при ФГБУ МИД с онкологией имени Петрова. Пожалуйста. Уважаемые коллеги, добрый день. Меня зовут Кирилл Хомко. Я являюсь членом локально-этического комитета учреждения. Тема моего выступления сегодняшнего звучит так. Следующим образом – это экспертиза информированных согласий в практике ЛЭК. Мы уже с вами говорили сегодня о том, что информационный листок пациента является одним из основных документов во всем том объеме документов и материалов, которые сопутствуют проведению клинического исследования. Какие решения может выносить локальный этический комитет в отношении информационного листка пациента? Одобрить самое простое, когда нет замечаний, все этические нормы соблюдены. Одобрить с рекомендацией. Эта рекомендация не является обязательной для исполнения спонсором, но тем не менее те моменты, на которые обращают внимание этический комитет, они достойны обсуждения. На них мы остановимся немножечко позже. Также решение локального этического комитета может быть таким, как повторное рассмотрение после устранения замечаний. Когда я готовлюсь к заседанию ЛЭК, к экспертизе информационного листка пациента, я для себя информационный листок пациента разделяю на две части. Условное разделение. Первая часть это медицинская, где содержится информация о нежелательных явлениях, о тех процедурах, которые пациент должен выполнить в ходе участия в клиническом исследовании. И техническая информация. В этот раздел я включаю те моменты, как права и обязанности пациентов. Значит, вопросы конфиденциальности, цели исследования. Значит, вопросы контрацепции, вопросы обращения с биологическими образцами пациента и так далее. Так как я член ЛЭК, у которого нет медицинского образования, у меня к той медицинской части информационного листка пациента требование одно. Самое главное, чтобы эта информация доносилась до пациента на простом, понятном, доступном языке. Я предполагаю, что все эти данные о неблагоприятных явлениях, о тех процедурах, которые должен выполнить пациент, они являются научными, незыблемыми, полученными в ходе каких-то предварительных исследований, других исследований. И они не могут рассматриваться с этической, либо не с этической стороны. Самое главное – это простота и доступность. Больше внимания с моей стороны уделяется вот этой условно-технической части информационного листка пациента. В своей работе ЛЭК, подвергая оценке информационный листок пациента, может не принять версию информационного листка пациента в крайних случаях. Например, таких, как отсутствует, скажем, один из основополагающих, один из стандартных разделов информационного листка пациента. Либо не в полной мере прописаны права пациента, которыми он может пользоваться, участвовав в клиническом исследовании. В практике нашего ЛОЭК был единственный случай, когда мы вынесли решение повторно рассмотреть информационный листок пациента после устранения замечаний. В новой версии информационного листка отсутствовал раздел о контрацепции. Это очень важный раздел, и было принято решение, соответственно, рассмотреть повторно после устранения замечаний. Есть ряд моментов в информационных листках пациента, которые могут не являться обязательными для исполнения, но тем не менее они заслуживают внимания. Я сейчас на нескольких примерах более подробно остановлюсь. Например, вопрос о том, как описана процедура рандомизации пациента. В некоторых информационных листках пациента этот процесс сравнивается с, например, подбрасыванием монеты, либо с вытягиванием номерка из шляпы. Пациент, попав в такую сложную жизненную ситуацию, столкнувшись с заболеванием, у него может сложиться мнение, что его жизнь и здоровье зависит от того, как упадет монета, какой номерок ему посчастливится вытянуть из шляпы. На самом деле это не так, ведь мы все понимаем, что речь идет именно о случайности распределения пациента в ту или иную группу лечения. Пациент в любом случае получает лечение. И наш локальный этический комитет считает наиболее приемлемой формулировку в таком случае, например, что вы случайным образом будете распределены в первую, вторую или третью группу лечения. Или вам случайным образом будет назначен тот или иной препарат. Следующий пример, который вызывает в нашем локально-этическом комитете дискуссию, это вопрос с финансированием. Вопрос о том, как прописано финансирование исследования в информационном листке пациента. В некоторых из них встречаются такие формулировки, что за проведение исследования спонсор, команда, учреждения, за проведение исследования, исследователь и учреждение получат вознаграждение от спонсора. В этом случае у пациента может сложиться впечатление, учитывая то, что до пациента доносится информация о том, что пациент может не получить конкретную пользу от участия в этом исследовании. И пациент может подумать, что меня склоняют к участию в исследовании для того, чтобы получить за меня деньги. Хотя это абсолютно не так. И врач, очевидно, если пациент задаст этот вопрос, должен объяснить ситуацию, что проведение исследования финансово затратно, и именно с этой целью до пациента доносится такая информация. Приемлемой, на наш взгляд, считается формулировка, которая выглядит примерно следующим образом. Финансирование, исследование и всех работ, связанных с проведением исследования, осуществляет спонсор. Информация полная, правдивая и не вызывает никаких сомнений с этической стороны. Ну и последним примером, на котором я хотел бы остановиться, примером, когда возникает также дискуссия в нашем локальном этическом комитете, это описание длительности участия пациента в исследовании. Значит, в некоторых информационных исках пациента применяется такая формулировка, что с вами будут связываться для получения оценки о выживаемости. Это очень чувствительная информация для пациента. Такая постановка вопроса, она, на наш взгляд, не является этической. С нашей стороны более приемлемы формулировки, например, с вами будут связываться приблизительно каждые 12 недель или чаще, чтобы проверить состояние вашего здоровья. Информация вроде бы одна и та же, но с этической стороны она более приемлема, более допустима. Все эти три момента, которые мы с вами сегодня рассмотрели, мы не настаиваем на том, чтобы спонсор вносил изменения в информационные листки пациента. Мы понимаем всю сложность этого процесса, но обращаем на это внимание, обсуждаем эти моменты для того, чтобы в процессе подписания информационного листка пациента врач, очевидно, что у пациента возникнут такие вопросы, и врач, исследователь, врач-соисследователь, они могли правильно, полно донести до пациента информацию, что подбрасываем монеты. Это не значит, что ваша жизнь и здоровье зависят от того, как ляжет монета. Что пациент приглашается к участию в исследовании не для того, чтобы за его участие кто-то получил деньги и так далее. И надеемся, что обсуждая такие вопросы на мероприятиях, мы будем информировать врачей, как вести себя в подобных ситуациях, как отвечать пациентам на подобные вопросы. По основному вопросу все. И, пользуясь случаем, я хотел бы обратиться с вопросом Кристине Архановне, если позволите. В новых исследованиях в последнее время информационные листки пациента распечатаются на разноцветной бумаге. Вот пример сейчас в руках. Это разноцветная бумага, цвет может быть абсолютно разный. Это желтый, зеленый, розовый цвет. Вот скажите, пожалуйста, как, на Ваш взгляд, фон, цвет бумаги, на который распечатан информационный листок пациента, он может каким-то образом повлиять на решение пациента об участии, либо о неучастии в клиническом исследовании? Также может ли вот этот фон повлиять на доступность для пациента информации, которая содержится как раз-таки вот на этих листах? Спасибо. Спасибо за вопрос. Так, Кристина. Спасибо за вопрос. Ну, тут, чтобы совсем уж прям точно ответить, надо, конечно, исследование провести. Но обычно это так не работает. То есть пациент больше тревожится за то, чтобы понять, чего там такое написано в его листке в информированном согласии и пытается на чем-то сосредоточить. То есть фон здесь большого влияния ни на что иметь не будет. Больше вот я сейчас смотрю на информированное согласие и что-то мне кажется, что шрифт мелковат. Вот это может иметь какое-то влияние. Я уже с вас особо его читаю. Да, 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 он очень большой. А так цвет максимум может отвлекать, особенно если это какой-то яркий, бросающийся в глаза, например, желтый. Этот розовый тоже довольно яркий. Он может отвлекать, раздражать, утомлять в большей степени восприятия. Ну, то есть тут больше таким образом. Спасибо большое за ответ. То есть я правильно понимаю, что если будет яркий информированное согласие, то можно рекомендовать спонсорам рассмотреть возможность как-то поменять. Потому что мне тоже кажется, что на яркой бумаге не обязательно печататься. Если надо отделять версии друг от друга, можно делать какой-то корешок условно. Не всю бумагу розовую, а взять какой-то корешок сделать. Потому что меня смущает, например, концентрация цветов у дальтоников. То есть вот такие варианты тоже интересны. Правильно я понимаю, Кирилл, что фактически вы проводите экспертизу информированного согласия и помогаете исследователям обратить на те аспекты, которые стоит дополнительно обсудить с пациентом. Да, абсолютно правильно. Когда пациент подписывает информированное согласие вместе с главным исследователем, либо соисследователем, то врач, соисследователь, либо главный исследователь, он находится в не меньшей стрессовой ситуации, чем сам пациент. И вот комментарий, который приходил к Артему Николаевичу, он об этом и говорит, что врачи, ну как следует из комментария, что врачи не всегда оказываются подготовленными к вот этому процессу подписания. И цель наших обсуждений, вот таких, казалось бы, не очень важных вопросов, она и сводится к тому, чтобы больше информировать, дать больше информации, чтобы в какой-то критической, сложной ситуации врач вышел из этой ситуации, ответив полно, правильно, правдиво на вопросы пациента. Спасибо. Коллеги, есть вопрос? Комментарии? Дополнения? По-моему, вопрос небольшой есть. Кирилл Александрович, а вот такой вопрос, вот вы рассказали про процедуру экспертизы, да, информации для пациента. А вот не думается ли, нет ли такой плана в рамках вот вашего этического комитета создать некую форму, да, вот, по которой можно оценивать любое информированное согласие? Ну, какой-то такой процесс, именно в чек, да, что-то вроде чек-листа, по которому можно... Это просто к чему вопрос, да, не то, чтобы даже облегчить работу этического комитета, а вопрос о том, чтобы заявители, да, они понимали, каким требованиям нужно соблюдать уж совершенно точно. Это интересное предложение. Дело в том, что такая форма, она присутствует, но она более применима ко всему объёму документации клинического исследования, к первичной экспертизе. Конкретно для информационных листов пациента такая форма в каком-то утверждённом варианте в данный момент не существует, но с течением времени, с тем опытом, который мы приобретаем в ходе работы в составе локально-этического комитета, ну, мне кажется, что такой чек-лист, он уже у каждого сформировался, и каждый эксперт уже знает, ну, на что обратить внимание, в первую очередь, при подготовке и проведении экспертизы. Ну, ваше предложение очень интересное. Я обязательно поделюсь с коллегами опытом участия в этом вебинаре и вынесу на рассмотрение вот это предложение. Может быть, как-то его зафиксировать там в какой-то стандартной операционной процедуре или в приложении к уже имеющейся. Спасибо большое. Очень интересная идея. Коллеги, это Максим Кулычков. Я просто буквально на дополнение по поводу этого вопроса. В общем-то, у нас есть совет по этике примесив здравоохранения, и у них есть методические рекомендации по тому, как должно быть составлено информационное согласие, и какая информация должна быть указана для различных групп граждан, для тех, кто там поступает в бессознательном состоянии для детей. Там приведена вся необходимая информация, включая обязательные требования по тому, какие формулировки должны быть указаны, какая информация должна быть. И более того, у Совета по этике примесив здравоохранения существует стандартная операционная процедура по как раз экспертизе этого листка информационного, где указаны обязательные требования, элементы, которые должны быть проверены. Просто можете ориентироваться на такие требования. Максим Игоревич, пришлите, пожалуйста, ссылку, мы к записи вебинара приложим эту ссылку, и это будет полезная информация. Итак, мы двигаемся дальше. Мария Анатольевна, мы обсуждали информированное согласие с точки зрения психологических аспектов, потом даже в процессе вебинара взглянули в будущее, помечтали, пофантазировали, узнали, как в соседних странах, узнали этические аспекты, вернулись обратно в бумажную версию. Но во всем этом сложном процессе есть же стандарты, я так понимаю, валидированность некая. Расскажите, пожалуйста, какой все-таки сейчас существует стандарт и какого стандарта надо следовать и компаниям, которые проводят клинические исследования, и этический комитет, что должен смотреть, с вашей точки зрения, и аспиранты, какую информацию должны вносить, потому что это очень полезно. Спасибо. Большое спасибо, коллеги, за приглашение для участия в этом вебинаре. Хотелось бы, да, конечно, подчеркнуть, что уже было много сказано, и опять же присоединяюсь к словам Максима относительно рекомендаций, которые есть у нашего Миннеграва и нашего этического комитета, на которые, в первую очередь, можно ориентироваться при составлении чек-листов, при составлении согласий, проверке этих согласий. Но хочу в целом озвучить позицию, потому что у нас присутствуют еще и пациенты, и аспиранты, то есть на таком более широком уровне для широкой публики, что проверка согласия, и валидация согласия, оценка соответствия согласия, она должна проводиться, безусловно, не только до того, когда мы разрабатываем этот документ. Есть три этапа. И FDA сейчас рекомендует вот эту валидацию делать трехэтапным образом. Это первое, когда мы эту форму готовим и разрабатываем, и действительно 18 элементов валидации есть, или 18 характеристик, которые должны быть проверены для информированного согласия. В целом, в общем, если это говорить, конечно, и цели должны быть специальные, варианты лечения, обязанностей, ограничения, контрацепции, вопросы, связанные с питанием, об этом сегодня говорили, компенсация, расходы, возможность добровольного выхода, компенсационной записи, контактной информации. Вы всю эту информацию, конечно, знаете, владеете этим всем, но это, если говорить в целом для всех своих коллег, то около 18 позиций. Очень важно, конечно, на этапе до начала клинической фазы, до начала того, как первый пациент подпишет первое согласие, быть уверенным, чтобы регуляторная валидация сопротивления, то есть согласие было одобрено. И соответствующий экспертный орган в каждой стране, он свой в России. У нас есть Министерство здравоохранения, Центральный совет поэтике, локальный этический комитет провел экспертизу этой версии согласия, которая представляется пациенту. Это на этапе до клинической фазы, то есть перед клинической фазой. Но на моменте клинической фазы тоже очень важно валидацию проверять. И как аудитор, и как инспектор, я часто тоже это делаю, и выделяют шесть элементов проверки, шесть этапов валидации уже в момент, когда идет клиническое исследование. Есть процедурная валидация, когда должно быть подтверждено, что действительно согласие это процедура. И процедура была соблюдена, все элементы были соблюдены. Акто беседа пациента, информированность с пациентом, достаточность времени у пациента. Опять же, информационная составляющая, что было учтено, все ли поля были заполнены в форме информированного согласия. Графологическая составляющая, чья подпись там стоит. Если мы сейчас пока говорим не об усиленной квалифицированной электронной подписи, а просто о подписях вживую для пациента, то действительно ли пациент подписал это согласие или кто-то другой это сделал. Правильная или корректная контактная информация представлена в согласии. Бывают иногда интересные находки, когда телефон указан, например, исследователя, не существующий, или телефон этического комитета, или тот, который есть на самом деле. У нас небольшая техническая пауза. Пока мы соединяемся, я что хотел сказать, что в процедура согласия соответствует, что относилась к такими документами. Например, лабораторные анализы, время выполнения этих процедур до подписания согласия или после подписания согласия. Как это? Алло? У нас немножко там был обрыв связи. А, слышно меня? Слышно? Верификационная, верификационная составляющая, что быть уверенным, что согласие было подписано до того, как были выполнены другие процедуры. Опять же, как это отражено в первичной истории болезни в амбулаторной карте. И последняя, это временная, конечно, составляющая, длительность, последовательность, дата, датирование. Вот эти вопросы, все шесть элементов валидации в момент проведения уже клинической фазы, после визита инициации, когда врач взаимодействует с пациентом, они должны быть проверены со стороны аудитора и регуляторных органов. Ну и пациенты должны тоже понимать, чего они ожидают от этой процедуры и какой должен быть процесс, чтобы не было такого вопроса, как это был прислан, что врачи не полифицированы, не обладают нужными знаниями и прочее. Также еще очень важный момент. Мне бы хотелось определиться по времени участия пациента в исследовании. И зачастую ведь в одном из критерий включения пациента в исследовании бывает время от момента предыдущего участия в исследовании. И вот время, когда пациент закончил участие в предыдущем исследовании, все центры имеют возможность отслеживать или фиксировать в каких-либо своих базах данных. И здесь надо понимать, что это не день, когда он подписал информированное согласие, а день, когда он закончил участвовать в исследовании. И важно, чтобы после окончания клинической фазы хороший центр, особенно который работает с добровольцами, ввел такую базу данных и имел возможность отследить вот эти временные характеристики. Тоже один из элементов валидации данной процедуры. И в поддержку предыдущих ораторов мне бы тоже хотелось сказать, что очень хорошо разработать стандартные операционные процедуры для этического комитета, чек-лист, который достаточно легко сделать и использовать при экспертизе любых информированных согласий. И многие контрактно-следские организации имеют в своей практике такие чек-листы. И процедура именно чекирования, проверки согласий перед вообще выходом этих согласий по внешнему периметру является сейчас обязательной. Поэтому это очень хорошая идея, если у клинической базы есть собственная форма информированного согласия, проверенная, соответствующая. И тем же аспирантом можно, например, использовать эту форму, если они хотят провести исследование на данной клинической базе. Ну а в сайте о реестре пациентов я уже сказала. Там тоже можно было бы, например, в каком-то информационном пространстве размещать типовые формы согласия и информировать пациентов о том, какие обязательные элементы в процедуре должны быть обвязаны, чтобы пациент был уверен, что его права, безопасность и благополучие не нарушены. Как говорит 33, а что замечательно, осеющаяся F6-R2. Спасибо большое. Коллеги, какие-то вопросы? Да, но у меня, я под впечатлением, да, что тут сказать, даже не знаю, вы все рассказали, вот мне кажется, весь вебинар вы уложили за последние пять минут. Да, в том числе. Единственное, хорошо, что не в начале вы выступали, тогда мы сидели и думали, ничего себе, что можно было. Надо пересмотреть еще раз запись, Мария Анатольевна, когда будет. Вот да, надо пересмотреть, там были небольшие технические накладки, но тем не менее. Меня интересует это с точки зрения ученого, да, вот информированное согласие для проведения клинической исследований в рамках международных исследований. Это то же самое, что в рамках научной деятельности, такие же требования, или все-таки есть какие-то послабления, или, наоборот, есть что-то более серьезное. Можно взять, например, да, взять пример информированного согласия из клинического исследования, перефразировать какие-то там термины и использовать его, например, для своей диссертации? Как вам кажется? Да, коллеги, безусловно, принципы везде одинаковые, принципы GCP, у нас нет же принципов GCP отдельно для клинических последований, каких-то особенных, научных целей. С другой стороны, все клинические исследования проводятся в научных целях, как написано, что называется, во первых строках нашего замечательного стандарта. Безусловно, надо использовать абсолютно те же принципы, те же позиции, те же 18 элементов в форме согласия обязательно должны быть соблюдены. Здесь другого варианта нет. Но более жесткий или более лайт вариант, вы знаете, коллеги, я считаю, что не должно быть никаких девиаций и никаких дифференциаций в этой ситуации. Хорошо, спасибо большое. Да, хотела добавить еще, чтобы согласие, ведь является не просто самостоятельным документом, оно является производным документом, протоколом клинического исследования. И первым социальным документом является протокол клинического исследования. Поэтому для диссертационных исследований, научных, скажем так, в первую очередь необходимо все-таки иметь протокол клинического исследования, а потом уже к нему приложениями, согласиями и так далее. Спасибо большое. Артель, можно добавить научных исследований? Все-таки, когда мы говорим о биоминистерских исследованиях, у нас это первичный документ, все основные постулаты уже изложены. Ну и второй момент, надо не забывать, что когда вы исследуете что-то на людях, вы собираете персональные данные. И у нас есть, в общем-то, в России один единственный закон, 152-й, по которому четко перечислены все пункты, которые вы должны собрать в форме информированного согласия для того, чтобы обработать данные такого человека. И они здесь полностью вторят тому, что у нас есть в России GCP, поэтому вы можете смело взять, в России GCP она даже более емко предоставляет информацию для пациента, для человека, который мог бы участвовать в вашем научном исследовании. Поэтому здесь никаких противоречий нет, и можете полностью смотреть на GCP. Единственное, что 152-й федеральный закон еще предъявляет особые требования для идентификации того человека, который вам дает такое согласие. Там есть еще паспортные данные про место проживания, и такие вот неприятные самые вещи, которые, к сожалению, требуются по нашему гражданскому закону. Да, ну слава богу, что пока информированы согласия паспортные данные мы не имеем. Хотя можно подумать. Ну, некоторые же компании тоже, Мария, наверняка вы знаете, что некоторые компании отдельно даже подают эти формы на обработку персональной данной для пациентов. Ну, в общем, это все очень такие частные истории, которые нравятся определенным заказчикам. Да, давайте, не будем пугать наших пациентов. Уважаемые коллеги, время нашего вебинара подходят к финалу. В процессе вебинара мы узнали, что качество информирования пациентов может отразиться на достоверности исследований. Мне кажется, это очень важно. Потом мы с пациентами проговорили то, что нужно активнее задавать вопросы, не стесняться. Потому что если есть какие-то определенные психологические аспекты, которые их сковывают, это нормально. Надо это попробовать преодолеть. И, может быть, даже воспользоваться медицинским психологом. Я думаю, что не только в нашем учреждении есть медицинский психолог. Сейчас медицинские психологи есть во всех крупных медицинских центрах, которые занимаются оказанием помощи онкологическим пациентам. Это важно, потому что, чтобы было более осознанное принятие решения. Потом мы узнали, что образцы для наших аспирантов, если вам нужно получить какую-то форму информированного согласия, вы можете найти на просторах интернета, а можете обратиться тогда в наш локальный этический комитет. Я думаю, что можно будет предоставить образец. Да. И единственный у меня вопрос финальный совершенно, вот для того, чтобы все-таки информированное согласие, это конфиденциальная информация или нет? Вот иногда бывает на форумах информированного согласия написано конфиденциально. Это конфиденциально или нет. Не совсем. Это Максим Клончков, то бишь, как бы пациент вправе делиться и обсуждать всю информацию, которая есть в информационном близке, со своими близкими родственниками. Поэтому оно конфиденциально, в общем-то, для определенного, для третьих сторон. То есть, конечно, разбрасывать документы нельзя. Хорошо. Так что, в общем, обращайтесь к нам, да, мы будем делиться этой информацией. Тогда уберем все, ну, если нужен какой-то темплейт, мы разработаем. У нас, кстати говоря, есть, по-моему, да, вообще деперсонализированный темплейт, который мы и так предоставляем. Коллеги, каждый четвертый четверг будет проводиться вебинар клинический исследователь. В следующий раз мы будем рассматривать вопрос исследуемой препараты и связанные с этим сложности и как можно их преодолевать. Спасибо большое. Спасибо.